Продолжение следует... За многочисленные лайки, за то, что подписываетесь на мой канал и смотрите мои видео. Мне очень и очень приятно. И сегодня, дорогие мои девочки, для вас расклад, кто вас любит и хочет с вами серьезных отношений. Так часто бывает, особенно в личных консультациях, я убеждаюсь в том, что многие из вас в упор не видят мужчину, который хотел бы с вами серьезных отношений. И получается, на личной консультации только это выясняется, что рядом с вами, оказывается, есть уже мужчина, который хочет с вами серьезных отношений, который вас любит, а вы, оказывается, об этом совершенно не знали и не догадывались. И есть уже даже такие примеры, когда после личной консультации девушка обращала внимание на этого мужчину и действительно складывались отношения. И таких примеров уже в моей практике не один и даже не десять. Поэтому тема очень важная и волнующая, соответственно. И посмотрим, девочки, для того, чтобы вам наиболее было понятно, во-первых, кто конкретно, какой мужчина вас любит, да, его характеристику. И также посмотрим, какие у вас были, были или вообще у вас какие-либо отношения, да, что пересечения может быть какие-то, да. То есть я вам дам направление, куда смотреть, где этот мужчина находится. И третью карту я выложу, это на перспективу отношений. То есть может, конечно, и так быть, что мужчина вас любит, хочет с вами серьезных отношений, да, но, может быть, отношения-то и не сложатся. Такое тоже бывает. В раскладе, как всегда, будет четыре позиции и в каждой позиции, соответственно, три карты. Напоминаю, девочки, что это, конечно, общий онлайн расклад. Его точно зависит только от вашей интуиции. Для записи на личную консультацию пишите на Viber или WhatsApp. Контакты смотрите под этим видео. Именно пишите, девочки, не звоните. На звонок я не отвечу. Консультация, естественно, платная. Также, девочки, приглашаю вас в свою группу в Одноклассники. И, наконец-то, у меня дошли руки и ноги. Я разместила ссылочка на группу в Одноклассники внизу, также под этим видео. Но становитесь моими друзьями, подписчиками группы. Разместила там, наконец-то, комплименты мужчинам разнообразные. Правила, как делать комплименты. Какие комплименты самые лучшие. И комплименты в сообщениях. Да, именно, вот я все время говорю, еще сами волшебные сообщения я пока еще не разместила. Это пока еще только в задумках. Но будут, будут обязательно. Но, тем не менее, уже там масса информации, что вы можете писать и говорить своим мужчинам. Для того, чтобы ваши отношения становились лучше и лучше с каждым днем. Также, девочки, напоминаю, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк под этим видео. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные расклады. И обязательно оставляйте под видео свои комментарии. И еще один момент упустила. В одноклассниках, там, где я разместила именно в группе, комплименты мужчинам. Пишите свои комплименты в комментариях, которые вы делали мужчинам. Которые у вас имеют успех. Для того, чтобы другие девочки могли воспользоваться. Я достаточно много, конечно, их написала. Но я думаю, что их значительно больше можно придумать. Поэтому пишите, кому-то понравятся и ваши комплименты. Которые вы лично придумали. И которые вы лично делали своему мужчине. Поэтому там тоже пишите, обсуждайте, общайтесь соответственно. И там, конечно, больше возможностей именно общаться. Потому что там есть именно вкладка обсуждения. То есть вы там можете действительно обсуждать какие-то комплименты. Предлагать свои. И это будет очень интересно. Ну все, девочки. Теперь приступаем, наконец-то, к раскладу. Нет, я просто довольна. Да, и уже много подписчиков в группе. Уже можно работать в группе. Итак, девочки. Кто же вас любит и хочет с вами серьезных отношений? Для тех, кто смотрит данное видео, в тот момент, когда вы его смотрите. Итак, первая карта. Кто вас любит и хочет серьезных отношений? Характеристика мужчины. Какие были ли у вас какие-нибудь отношения с этим мужчиной в прошлом? И третья карта. Перспектива отношений. Вторая позиция. Кто вас любит и хочет с вами серьезных отношений? Были ли у вас отношения уже с этим мужчиной? И третья карта. Перспектива отношений будущих. Третья позиция. Кто вас любит и хочет с вами серьезных отношений? Были ли с этим мужчиной ранее какие-либо отношения? И перспектива ваших отношений. И четвертая позиция. Кто вас любит и хочет с вами серьезных отношений? Были ли с этим мужчиной ранее какие-либо отношения? И перспектива ваших отношений в будущем. Итак, девочки. Смотрим. Для начала сосредоточьтесь. И интуитивно выберите ту позицию, которая вам больше нравится или которая у вас отзывается. И еще один момент, девочки. Немаловажно. Вот почувствуйте интуитивно, какая позиция вас тянет. Бывает так, что вас тянет каких-то две позиции. Выбирайте две. Если вас действительно, реально притягивают две позиции. Потому что возможно, что вас любит не один мужчина. Итак, я думаю, что все выбрали. Приступаем. Первая позиция. Кто вас любит? Ну, здесь и в первой позиции были ли какие-нибудь отношения с этим мужчиной и перспектива развития этих отношений. Интересная позиция, девочки. Рассказываю теперь вам все подробно. Итак, девочки. По тузу мечей. Этот мужчина очень интеллектуально развит, очень умный, при этом резкий, решительный, самоуверенный мужчина, который любит правду, любит прямолинейность. То есть буквально, что думает, то и говорит. По мечам чаще всего все-таки это мужчина, мужчины каких-то, либо чиновник, либо мужчина, который носит форму какую-то, да, определенную. Ну, связан с какими-то официальными органами. При этом по тузу мечей я хочу сказать, что это, конечно, не рядовой мужчина, да, а занимающий определенную достаточно высокую должность. Вот. Дальше. Внешний вид. Внешний вид, ну, как скажем, ну, приблизительный, потому что карта все-таки не фигурная. Скорее всего, мужчина шатен, это может быть как темный шатен, так и светлый шатен, но в любом случае шатен. Это стихия воздуха, это знаки зодиака, близнецы, весы, водолей. Глаза, глаза могут быть либо темные, любого оттенка темные, либо серые. Вот такой мужчина. А, да, еще не сказала, мужчина молодой, скорее всего, моложе вас. Но, опять-таки, вот я говорю моложе вас, да, или моложе 35 лет, и некоторые возмущаются. Если говорю моложе 35 лет, для кого-то сильно молодой, для кого-то сильно старый. Ну, так скажем, мужчина молодой, учитывая, что аудитория очень разнообразная, да, когда я делаю лично этот склад, я, конечно, могу точнее сказать, старше у вас мужчина или младше какого возраста мужчина, ориентируясь на ваш возраст. Потому что карты говорят в отношении вас возраст. Ну, а так как аудитория очень большая, поэтому возраст приблизительный. Так скажем, мужчина молодой. Что в вашем понимании молодой, вот то и есть. Дальше. Про то, какой мужчина уже рассказала, да. Какие у вас были отношения с этим мужчиной. По рыцарю кубков, девочки, я хочу сказать, что у вас с этим мужчиной были отношения, он за вами ухаживал. Проявлял в отношении вас чувства, а вы, видимо, его оттолкнули. Вот подумайте теперь, что же это за мужчина. Мужчина, который реально хотел с вами именно серьезных отношений, который вас любит и сейчас. То есть, еще не поздно все вернуть. Вот. Ну, а также я по данным картам читаю, что вы его оттолкнули, выбрали. Вы не его, выбрали другого мужчину. Потому как здесь две фигурные карты. Но они, как видите, не олицетворяют, да, того мужчину. То есть, не показывают характер, а совершенно на другие вопросы отвечают. Но, тем не менее, я хочу сказать, что вы оттолкнули ухаживание этого мужчины или проявление чувств в вашу сторону именно ради какого-то другого мужчины. Вот такая была ситуация. И перспектива теперь ваших отношений с этим мужчиной, то есть, я так думаю, что мужчину вы узнали. Либо подумаете, догадаетесь, что же это за мужчина, который вас любит и хочет с вами серьезных отношений. Вот. И, соответственно, сделаете первые шаги в его отношении, да. То есть, осознаете свою ошибку. Ну, я хочу сказать, что теперь уже время упущено, когда он со всеми чувствами, с ухаживаниями к вам, да. Вот. И теперь он еще и поупрямится. То есть, действительно, упрямство проявит. И в отношениях у вас, скорее всего, будут какие-то мелкие ссоры, что-то такое. Из-за чего? Из-за того, что... Из-за того, что... Когда вы мужчину оттолкнули, конечно же, у него, девочки, обида. Обида, она у него и сейчас есть. Из-за того, что вы его оттолкнули и выбрали другого мужчину, то, соответственно, у него вот эта обида в сердце осталась, засела, так скажем, да. И, конечно, поэтому он поупрямится, еще где-то, может быть, поконфликтует с вами, да, пока он оттает. Но, если действительно вы хотите с этим мужчиной быть, мужчина, причем достойный, вполне решительный, то есть, он в состоянии сам делать шаги и добиваться. Так что вы тут палку не перегибайте, вот, потому что мужчина охотник, он будет добиваться, но поупрямится. Поэтому именно прям шагов делать не нужно. Покажите, что вы заинтересованы, что сейчас вы заинтересованы в отношениях с этим мужчиной. Покажите ему чувства свои, да. Как-то можно какие-то комплименты сделать, да. И я опять напоминаю, что в группе в Одноклассниках я, наконец-то, выложила комплименты мужчинам. Там разнообразные комплименты. Кроме того, придумывайте сами, также делитесь, пишите в Одноклассниках, какие вы придумали комплименты, какие комплименты вы уже делали своим мужчинам, какие собираетесь делать. Будет очень интересно. Вот. Поэтому вот здесь какие-то комплименты устные или в сообщениях, да, в сторону мужчины. Вот потихонечку он оттает, и он сам в состоянии будет делать шаги. Поэтому именно шагов в сторону этого мужчины делать не надо. Но покажите ему свои чувства и свою заинтересованность. Ну, конечно, еще пока не влюбленность, да, ну, улыбнитесь мужчине лишний раз, да, при встрече. Опять-таки, если это сообщение, можете написать действительно какой-то комплимент в его сторону, да, что показать, что вы оценили наконец-то его ухаживание или его чувства. Ну, это будет прекрасно. Вот такая, девочки, первая позиция. Так что есть мужчина, который вас любит и хочет с вами серьезных отношений, честно говоря, еще не поздно все исправить. Если хотите, конечно, да, может быть, вы вообще уже замужем и просто ради интереса решили ли посмотреть, кто же вас любит. По крайней мере, теперь будете знать. Итак, вторая позиция. Кто вас любит и хочет с вами серьезных отношений? Какие отношения ранее были с этим мужчиной? И перспектива развития ваших отношений. Итак, девочки, рассказывай. По тройке кубков, девочки. Какой мужчина? Ну, во-первых, по тройке кубков, конечно же, чувственный, веселый, душа компании, такой компанейский, при этом любящий именно телесные удовольствия, что-то приятное именно физически, да, физические какие-то удовольствия, то есть то, что можно ощутить. Вот, кроме того, конечно, нежный, ранимый, я бы сказала, эмоциональный. Кубки. Это у нас стихия воды. Это знаки зодиака, рыбы, рак, скорпион. Также хочу сказать, что мужчина молодой. Либо ровесник вам, либо младше. Волосы, девочки, здесь может быть от русых волос. Русые, золотисто-русые, золотисто-каштановые, либо каштановые. Ну, вот такой, такой спектр волос. Но все равно оттенок приблизительно одинаковый, просто от светлого к темному, да. Также глаза голубые, либо серые. Что я еще про мужчину? Про мужчину все, да. Вот думайте, что же это за мужчина. Сейчас, когда я расскажу, какие у вас были отношения, девочки. У вас были с этим мужчиной не обязательно прям отношения, но тем не менее у вас были какие-то холодные отношения и были конфликты. Вот подумайте, да. То есть это как-то могли бы пересекаться, не знаю, по работе, к примеру. Либо, ну, опять-таки, где-то в компании могли пересекаться с этим мужчиной. И вот, как бы, отношений, я бы сказала, никаких и не было. У вас, именно по рыцарю мечей, вообще, скорее всего, никаких не было. То есть действительно была холодность, и вы поэтому даже, скорее всего, и догадаться не можете, что мужчина у вас влюблен, и что действительно хочет с вами серьезных отношений, потому что отношений между вами не было, отношения холодные, и, возможно, были какие-то конфликты. Ну, какие-то, я не знаю, рабочие моменты там, или еще выяснение каких-то отношений. Ну, мало ли, что может быть, да, могли и на улице с мужчиной встретиться, не знаю, с машинами, например, иногда бывает, да, неправильно припарковались там, или еще что-то, выскочил какой-то бешеный мужчина, и произошел конфликт, и оказывается, оказывается, мужчина давно вас приметил, давно вас любит, да. Ну, то есть любые, любые абсолютно могут быть ситуации, то есть конкретных отношений у вас, скорее всего, не было. А конфликт какой-то был. Так что смотрите. Дальше. Перспектива развития ваших отношений. По пятерке жезлов. Здесь, во-первых, конфликтные отношения, скорее всего, и конфликтные, не знаете, из-за чего. Борьба за власть в паре. То есть кто главнее. В принципе, это, я бы сказала, еще такой этап притирки, да, когда конфликты именно в паре. Но их тоже, как бы, развивать особо не стоит, да. То есть, ну, уступите вы место мужчине, пусть он будет главным в ваших отношениях. В принципе, отношения вполне могут быть. И еще. Здесь, по этим картам, возможно, что именно у вас, да, либо есть, либо был другой мужчина. Поэтому этот мужчина и не показывал вам своих чувств вообще. То есть именно поэтому. Именно чувства к вам, в отношении вас он не проявлял. Потому что, я же говорю, скорее всего. И еще один момент. Да, скорее всего, вы встречались где-то, где-то в веселой компании. Может быть, не обязательно в кругу друзей или родственников, знакомых, да. Это может быть и клуб какой-то, если вы ходите, да, и ресторан, к примеру. Вот. То есть вспомните вот такие моменты, которые были. И вот, собственно, возможно, вы узнаете, что же это за мужчина может, возможно. Потому что по тройке кубков, конечно, это какой-то праздник, какое-то веселье, да. И вот именно в этот момент у вас были, то есть он холодно к вам отнесся, вот. И никаким образом он не проявлял своих чувств в отношении вас. Но в будущем, в будущем вполне могут быть именно серьезные отношения с этим мужчиной. Если вы отдадите ему первенство, да. Ну, пусть мужчина будет главным. Тогда, в принципе, ваши отношения очень даже сложатся. Как здесь лучше поступить для того, чтобы привлечь в нем, ну, чтобы мужчина раскрылся, да. Ну, во-первых, я хочу сказать, что мужчина опять-таки охотник. Он вполне в состоянии сам добиться. Но именно показать заинтересованность в этом мужчине, если вы поняли, о ком идет речь. И показать свои чувства. Откройтесь первое. Ну, пусть он боится, не хочет открываться, да. И дайте ему понять, что вы готовы именно на отношения с ним, что у вас сейчас, на данный момент, как бы место вакантно. Причем, как-то я уже объясняла кому-то из девочек, ну, в личной консультации, естественно, что не нужно напрямую мужчине говорить, что у меня никого нет, и, типа, может быть, ты, мужчина, должен завоевывать. Но вы можете показать, что у вас никого нет, например, рассказом о себе. Например, вы можете сказать, что пришли с работы, выпили кружечку вкусного чая, сидя перед экраном телевизора. Или что-то такое, да. Вы же будете говорить о себе. То есть мужчина поймет, что у вас сейчас, на данный момент, никого нет. Но при этом вы ему ничего не говорили. То есть какие-то вот такие моменты, да, то есть какие-то рассказы о себе. Причем небольшие, да, не надо долго рассказывать, и много тоже не надо. Иначе это будет уже ярко бросаться в глаза. Пусть подумает. И кидается вас завоевывать снова. Ну, вообще, я так думаю, что он не пытался здесь вас завоевывать, но вполне, вполне в состоянии он делать действия, да. Вполне в состоянии за вас также не с вами побороться, а за вас побороться. Вот, поэтому, ну, по крайней мере, вот в характере мужчины вполне он может. Поэтому здесь только заинтересованность, чувства какие-то покажите и дайте понять, что место вакантно. Дальше, девочки, переходим к третьей позиции. Третья позиция. Смотрим, какой мужчина. Какие были отношения с этим мужчиной и перспектива развития отношений. Здесь, кстати, девочки, я сразу вижу именно роман на расстоянии. По первой карте, по старшему аркану дурак. Единственное, что я вам не расскажу внешность мужчины. Потому что по старшему аркану я не могу рассказать. Но мужчина молодой, легкомысленный, творческий, свободолюбивый, нелюбящий обязательств, очень веселый. И вот такой мужчина, я хочу сказать, что да, действительно, он вас любит. А, да, еще, здесь скорее мужчина иностранец. Либо, действительно, который находится от вас достаточно далеко. И, действительно, он хочет с вами именно серьезных отношений. Начало отношений, да, но направленность именно серьезные отношения. Вот такой мужчина, собственно. Дальше. Какие у вас были с этим мужчиной отношения? И по пятерке пентаклей я хочу сказать, что здесь у вас какая-то была неполноценность отношения. И здесь, смотрите, то есть я сказала, что, скорее всего, мужчина иностранец. Скорее всего, роман на расстоянии, да, то есть мужчина из другого города, другой страны. Но может быть такое, что мужчина и где-то рядом, да, то есть, возможно, и с одного города. Но вы же не в любом случае сейчас не вместе. Да, такая ситуация тоже возможна. Поэтому имейте в виду. Какие у вас были отношения с этим мужчиной? Неполноценность отношений. Вот сейчас я как раз таки объясняю, да. Либо это роман на расстоянии, да, роман по интернету. Либо это роман с мужчиной из другого города, другой страны. Действительно, потому что вот по дураку, скорее всего, мужчина иностранец, да, или по другой национальности. Кроме того, здесь, возможно, просто у вас большая разница в возрасте. Либо мужчина намного старше, либо вы намного старше. Это тоже неполноценность отношений. Либо здесь еще неполноценность отношений в том, что, к примеру, мужчина начальник, а вы сотрудник. Да, либо вы начальник, мужчина сотрудник. Да, то есть именно социальное положение. И точно так же, девочки, по пятерке Пентакли, конечно же, материальное положение. То есть либо физическая удаленность, либо материальное положение разное, либо социальное положение разное. Вот она вам. А, или разница в возрасте. Вот вам и неполноценность отношений. Ну, пятерка Пентакли говорит пять лет, в принципе, минимум, да. Да, ну, может быть и два года, и все равно пятерка Пентакли может показать неполноценность отношений. Зависит от того, как вы это чувствуете. Потому что у некоторых бывает и 12-15 лет разница, и карты не показывают неполноценность отношений, потому что все прекрасно, потому что ни мужчина, ни женщина об этом не задумываются. Им прекрасно вместе и замечательно. Поэтому, как бы, здесь именно такая ситуация. То есть, действительно, скорее всего, мужчина проявлял к вам какой-то интерес, но из-за того, что вы посчитали ваши отношения неполноценными, вы никак на его интерес не ответили. Либо, если у вас роман в интернете, роман на расстоянии, да, и вы узнали этого мужчину, то, значит, у вас нет никаких намерений, потому что мужчина далеко. То есть, возможно, вы общаетесь как-то, в любом случае, да, какая бы у вас ни была ситуация, в любом случае, возможно, вы с этим мужчиной как-то общаетесь, но, тем не менее, не пошли с ним на отношения в прошлом именно из-за неполноценности ваших отношений. Про неполноценность отношений я уже рассказала. И перспектива развития в будущем ваших отношений. По колеснице, девочки, я хочу, почему я говорю, что здесь, скорее всего, роман на расстоянии, потому что здесь реальная встреча, реальный приезд мужчин. Причем, действительно, и по колеснице я хочу сказать, что у мужчины реально серьезное намерение на вас, именно на построении, семьи, брака, то есть именно брачные отношения, именно законные отношения. Также еще по колеснице, естественно, начало отношений, да, если все-таки вы смущены в одном городе. Будут, конечно, у вас в отношениях и споры, и разногласия, но, тем не менее, по колеснице ваши отношения будут развиваться только в позитивном русле или в позитивном ключе. Также колесница предвещает бурное развитие ваших отношений. То есть еще не поздно, девочки, и отношения будут очень хорошие. Здесь будет и чувственность, и сексуальность, и серьезность, и достаток. По колеснице еще и достаток. Не знаю уж, кто из вас богаче, учитывая пятерку Пентагли, да, вот, кто кого будет обеспечивать, но, тем не менее, отношения по колеснице очень даже будут хорошие. Вот, поэтому здесь стоит, да, я не сказала, что нужно сделать. Ну, понятно, если роман на расстоянии, то просто мужчине верить, да, верить в то, что действительно он на самом деле серьезно, и в то, что он действительно хочет с вами семью и брак. То есть, возможно, мужчина вам уже это говорил. Дальше, избавиться, конечно же, от мыслей о неполноценности ваших отношений, проявить к мужчине также заинтересованность, какие-то чувства, но в данном случае не любовь еще пока, да, а именно посмотреть на него интригующе, проявить симпатию, заинтересованность, улыбнитесь просто от души этому мужчине, поиграйте глазками. И я думаю, потому что здесь мужчина тоже достаточно самостоятельный, действенный, да, он вполне может сам сделать шаги для начала отношений. Только вы ему покажите, что вы хотите, что вы готовы, и он начнет действовать. Ну, а если роман по интернету, то, соответственно, пишите что-нибудь приятное, хорошее. Заходите в мою группу в Одноклассники, смотрите, там много-много полезных советов, «Как делать мужчинам комплименты», и различные, несколько списков комплиментов я разместила. Это комплименты по СМС, комплименты вкусные, комплименты быстрые, комплименты сложные, разные. В общем, смотрите. И добавляйте свои комплименты. И четвертая позиция, девочки. Какой мужчина? Какие были отношения и какие будут? И так, рассказываю. По старшему аркану повешенный, это мужчина скромный, зажатый, я бы сказала, закомплексованный, по характеру слабый, но при этом самоотверженный, ответственный, который готов, собственно, жертвовать собой. Жертвенность, конечно, по повешенному, но это же не всегда нужно. Но здесь я хочу сказать все-таки, в отношении данного мужчины, все-таки, наверное, вам, девочке, нужно делать шаги. Очень надеюсь, делать нужно по старшему аркану. Я не скажу вам, как внешне выглядит мужчина. Поэтому здесь, конечно, именно по характеру вам придется догадываться, что же за мужчина. И расскажу сейчас, какие были у вас отношения. Еще немножко добавлю по старшему аркану повешенный. Это еще мужчина, который уравновешенный, наслаждается стабильностью жизни, то есть его жизнь вполне обстоявшаяся, стабильная. И человек, который, ну, как-то вот удалился от жизненной рутины, от жизненной вот этой скорости, да, возможно, он чем-то занимается, либо свое дело у него, либо еще что-то такое, что вот он как бы в одиночестве, да, занимается чем-то. И никуда, собственно, не спешит, никуда не торопится. Вот такой спокойный очень. Еще может быть человек, конечно, который посвятил себя эзотерике, к примеру, изучению медитаций, самопознанию. Ну, вот такой мужчина. Дальше. По старшему аркану мир, какие у вас были отношения? Здесь, девочки, возможно, различны. Причем, я хочу сказать, по старшему аркану мир, у вас точно с этим мужчиной были отношения. Либо это был брачный союз, и вы развелись, причем развелись безболезненно. Не знаю, для него или для вас, или для вас обоих, возможно, ваши отношения просто пришли к логическому завершению. Либо это мужчина, с которым у вас ранее, не знаю, когда, ну, в любом случае, в прошлом, да, может, три дня назад, а может быть, три года назад, произошел разрыв или развод. Ну, за развод я уже сказала, да, разрыв отношений. То есть здесь однозначно были отношения. Причем, даже я хочу сказать, что неплохие были отношения. Так что здесь отношения однозначно были. Либо закончились в результате конфликта, да, то есть вы просто расстались, либо действительно у вас был развод с этим мужчиной. Дальше, по четверке пентаклей. Есть ли перспектива развития ваших отношений, девочки? Да, вполне могут быть по четверке пентаклей вполне стабильные отношения. Но проблема, знаете, в чем заключается? Ну, мужчина, наверное, в силу характера, вот он такой спокойный, может быть, сдержанный, вот он не будет показывать, как бы, своих чувств. Хотя этот мужчина точно, сто процентов вас любит и хочет с вами именно серьезных, именно брачных отношений, даже если у вас был развод и примирение. Здесь однозначно по старшему аркану мира. Ну, то есть старший аркан мир, ну, как и все старшие арканы, карта многократная, причем она читается и так, и так. Вот, поэтому я хочу сказать, что хочет он возобновления, восстановления отношений с вами. Вот, и, конечно, ваши отношения будут вполне даже стабильными, но мужчина такой вот по характеру, да, он и будет таким вот казаться всегда бессердечным, трагматичным, консервативным, при этом, да, проявлять там собственническое отношение. Вот, кроме того, здесь также важна для него материальная направленность отношений. Вот, но при всем при этом он видит смысл своей жизни именно в крепкой, стабильной семье. Поэтому вот этот мужчина действительно вас любит, хотя и не показывает этого, но не показывает этого, девочки, не из-за вредности, а из-за того, что от природы ему не дано именно характер такой, да, не может он показывать именно, он скуп, вот он всю жизнь такой, да, по характеру он скуп на чувства и эмоции, но это не значит, что он их не испытывает. Он даже готов на самопожертвование. То есть чувства у него внутри очень даже сильные, но показывать он их не умеет. Поэтому сделайте, ну, опять-таки, прям шагов делать в его сторону, я думаю, не стоит. По крайней мере, для начала хотя бы покажите действительно заинтересованность, покажите, что вы бы тоже хотели возобновить, либо восстановить ваши отношения, что он вам также нужен, что он вам нравится, да, то есть проявите как-то чувства в его сторону. И я думаю, мужчина откликнется. И тогда уже будете смотреть, возможно, и шаги придется делать вам, потому что, ну, вот мужчина такой, вот он действительно зажатый, скромный, закомплексованный, да, то есть он сам не в состоянии сделать какие-то шаги. Поэтому, ну, пробуйте, да, то есть если хотите отношения с этим мужчиной, догадались, что это за мужчина, пробуйте, держите. В принципе, я думаю, что получится. Если вы привыкнете к тому, что вот он такой внешне бесчувственный, да, то, в принципе, ваши отношения вполне будут очень даже стабильными и крепкими. Вот такая, девочки, у нас была четвертая позиция. Расклад получился очень интересный, многогранный. Мне очень понравился. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и я вытаскиваю счастливую карту для всех, кто подписался на мой канал и поставил лайк под этим видео. Но прежде чем я вытащу счастливую карту для всех, для всех, кто подписался, да, и поставил лайк, я хочу еще и еще раз поблагодарить Алену Викторовну за помощь. Ну, вот выпал уже Рыцарь Пентакли, да, на пороге у вас Рыцарь Пентакли, мужчина с серьезными намерениями. Вот, ну и любое другое желание, надеюсь, что вы успели, Алена Викторовна, загадать желание. Если нет, загадывайте прямо на Рыцаря Пентакли, да, то есть, глядя на него, загадывайте любое ваше желание. Это ваша счастливая карта. Вот, и кроме этого, вот карта выпала сама, то есть, спешит к вам какой-то Рыцарь Пентакли. Молодой мужчина земной стихии с темными или черными волосами, темными глазами. Вот, при этом, да, вполне перспективный, достаточно обеспеченный, молодой. Так что, наслаждайтесь. Ну, и теперь, соответственно, для всех, кто подписался и поставил лайк, загадывайте свои желания. Желания должны быть легкие, простые, быстрые в исполнении. У кого, кто хочет загадать более сложные желания, более серьезные желания, смотрите на моем канале, есть видео, загадай желание на 4-3 тузах, загадай желание на 4-3 тузах, Пентакли, загадай желание на мужчину, и есть видео вернуть мужчину. Вот, а здесь, пожалуйста, сейчас загадывайте именно легкие, быстрые желания, которые быстро могут исполниться. Причем, вот, что интересно, вот, девочки, я знаю, на работу загадывали, да, найти работу, и вот в течение недели исполняются желания именно удачно найти, или перспективную работу быстро найти. Ну, вот что-то такое. Итак, счастливая карта для всех, кто подписался и поставил лайк. И это шестерка кубков. Ну, кубки, это, во-первых, чувство, да, это чувственность, желание ваше, естественно, сбудется. Шестерка кубков, карта вообще прекрасная, да, у кого-то появится мужчина из прошлого, друг, с чувствами, соответственно, да, с желанием завязать, начать новые отношения, либо возобновить прошлые отношения. Вот. Для кого-то это будет новый мужчина, да, и вы же имейте в виду, что хотя для Алены Викторовны выпал рыцарь Пентакли, да, но тем не менее, я хочу сказать, что при воздействии на шестерку кубков рыцаря Пентакли, да, ждет вас, ждет вас встреча с мужчиной, с каким-то, который будет проявлять чувства в вашей стороне, вполне, и причем, мужчина будет настроен именно серьезно, именно с перспективой на семью, и брак, и рождение детей. Ну, естественно, для тех, кто желает. А вот, ну и все остальные ваши желания, кто какие загадывал, они исполнятся в удовольствии, потому что шестерка кубков, это, конечно же, чувства, эмоции, наслаждения и удовольствия. Поэтому ваши желания исполнятся по шестерке кубков буквально через шесть дней, вот я проговорила, через неделю, да, и сразу шестерка кубков. Через шесть дней исполнится ваше желание и исполнится оно действительно наилучшим образом. Посмотрели сейчас, услышали, что ваше желание исполнится, и вы будете довольны. И отпустите ситуацию сразу, забудьте об этом вообще, напрочь. Вот. Ситуация ожидания блокирует воплощение ваших желаний в жизнь. На этом желаю вам исполнения всех ваших желаний, радости, счастья, удачи, удовольствия в жизни. Всего вам самого наилучшего. С вами была Алена Арис. До скорых встреч в новых видео. Пока-пока.